Полтора года назад Валентину Познякову выбрали старший по дому. За это время ей удалось наладить контакт с управляющей компанией, добиться замены подъездных окон и в полной мере ощутить все прелести сферы ЖКХ. Например, не так давно в доме установили общедомовую счетчик на электроэнергию. И теперь у жильцов волосы встают дыбом от сумок в квитанциях. Присылают нам счет вот этот, ну просто в три раза больше, чем был перед этим. Во-первых. Во-вторых, несравнимый даже вот я плачу, например, 200 рублей за квартиру, двухкомнатную. И 97 рублей мне прислали общедомовые службы, нужды. Ну как это? Это несопоставимо вообще. Сумма действительно большая. В доме, где нет прожекторов и даже лампочек в подъездах, в месяц нагорает электроэнергии почти на 7 тысяч рублей только общедомовых нужд. Как такое возможно? Как нам рассказали в Калужской сбытовой компании, причин может быть несколько. Возможно и какое-то в Ростов сетях дома происходит. Кто-то поездил на свой прибор учета магнит, соответственно прибор учета зафиксировал не тот объем, который фактически был потреблен. Мы-то уже с вами определились и поняли о том, что из показаний общедомового прибора учета вычитается тот объем, который прошел по счетчику. По счетчику прошел не тот объем, который реально был потреблен. Соответственно, вот эта разница, которая была не зафиксирована индивидуальным прибором учета, но которая прошла по этой квартире, естественно, она была зафиксирована общедомовым счетчиком. Вот и все. Опять же, это неправильное списание показаний по индивидуальным приборам учета. Опять же, может быть, люди списывали кто как, один там первое число, другой там 20-го числа. Либо вообще при списании этих показаний люди указывали не те нереальные цифры, не фактические цифры, которые были отображены на индивидуальном приборе учета. Ситуация распространенная. Одни жильцы платят честно, другие хотят жить за их счет. А сбытовая компания пытается получить свои деньги. Есть, казалось бы, очевидный способ решения проблемы. Контроль за снятием показаний квартирных счетчиков и их состоянием. Но кто должен это делать? Сбытовики кивают на управляющие компании и самих жителей. В управляющих компаниях говорят, что у них просто не хватит людей для обхода всех домов. Да и привлечь неплательщиков к ответственности по закону очень сложно. Законы, конечно же, они очень долгие, потому что каждый раз надо за 30 дней уведомлять, если, например, какие-то есть отключения. Они неэффективны, потому что даже если подашь судебный, даже выиграешь суд, оплатишь госпошлину, придешь на подашь пристава. Приставы очень вялые, то есть им интересно там, где есть что брать, а если человеку, его никак не понудишь. Но и самое главное, что если человек из 100 тысяч начнет платить по 100 рублей, он уже станет плательщиком. Сами жильцы или старшие домов тоже не всегда могут своевременно снять показания счетчиков. Да и работать на общественных началах, то есть бесплатно, готов далеко не всякий. Все стороны заявляют о своей готовности к диалогу. Однако, пока они не договорились, крайними остаются добросовестные плательщики. Сергей Коробков, Илья Хромов, телекомпания НИКА-ТВ. Илья Хромов, телекомпания НИКА-ТВ.